Здравствуйте! Вы смотрите новости Заречного. С главными событиями городской жизни вас познакомят корреспонденты нашей телерадиокомпании и я, Станислав Корякин. И в начале коротко о некоторых темах сегодняшнего выпуска. Наша страна, наша Конституция, наше решение. Зареченцы активно принимают участие в голосовании по поправкам в основной закон страны, в том числе и на дому. Абсолютно любой человек может обратиться в избирательную комиссию с заявкой на голосование вне помещения. То есть, чтобы члены избирательной комиссии пришли к нему домой для голосования. Доступно о главном. На улицах Заречного работают волонтеры Конституции. Мы должны рассказывать гражданам про поправки Конституции, как будут проходить голосования, где, когда и как можно будет поучаствовать в этом. Пандемия творчеству не помеха. Экспериментальная работа Зареченского ЦЮза и студии Орликин завоевала гран-при и диплом лауреата первой степени всероссийского и международного конкурсов. Мы репетировали на зум-платформе и вот эти соединения двух пространств в одно сразу натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать вот именно это, взять это за принцип работы основной. И теперь об этих и других новостях подробнее. Второй день в России проходит голосование по внесению поправок в основной закон страны. Зареченцы активно участвуют в народном волеизъявлении. По данным территориальной избирательной комиссии, к вечеру пятницы проголосовали уже около 10 тысяч горожан. Голосуют Зареченцы не только на участках, но и на дому. Такую возможность избирком предоставляет любому желающему. Дистанцию соблюдайте, смотрите. Не подходим близко к голосующим. Перед выездом еще раз о технике безопасности. Члены участковой избирательной комиссии готовятся к сбору голосов вне участка. Особое внимание уделяется соблюдению санитарных правил. Для каждого голосующего на дому подготовлены индивидуальный набор средств защиты и ручка. У всех участников выездной группы маски, перчатки, защитные экраны и одноразовые халаты. На 244-м участке 26 июня заявили о желании проголосовать дома 14 горожан. Два члена участковой избирательной комиссии обязательно на дому выезжают. Плюс наблюдатели, если они пожелают, они тоже с нами поедут на голосование на дому. Чтобы посмотреть, как все процедуры проходят, чтобы не было нарушений законодательства. Контактировать с голосующими мы не будем, в плане того, чтобы в квартиру заходить не будем. То есть будем эту всю процедуру производить, так сказать, в подъезде. О желании проголосовать по поправкам в Конституцию на дому необходимо сообщить по телефону участка. Все номера размещены на сайте городской администрации. Можно передать свою просьбу через родных или знакомых. Абсолютно любой человек может обратиться в избирательную комиссию с заявкой на голосование вне помещения. То есть, чтобы члены избирательной комиссии пришли к нему дому для голосования. Те, кто находится у нас на лечении в стационаре в городе, они также могут подать заявку о голосовании на дому, так скажем, вне помещения. То есть члены избирательной комиссии, той, к которой он приписан по регистрации, они приедут к нему. Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня. За два дня сделали свой выбор на дому более 500 зареченцев. Избирательные участки будут открыты еще пять дней. Члены избирательных комиссий готовы принять голоса у зареченцев вне участка в любой день. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Свыше двух миллионов человек по всей стране были проинформированы добровольцами о сути предлагаемых конституционных поправок. Активисты Всероссийского общественного корпуса «Волонтеры Конституции» на специальных информационных точках рассказывают о поправках в главный закон страны, а также об особенностях проведения голосования. Более трех тысяч таких пунктов работают по всей России в общественных местах, в торговых центрах, парках, аэропортах, железнодорожных и автовокзалах, площадях. В Заречном к общественному корпусу «Волонтеры Конституции» активно подключились студенты, рассказывает Елена Степкина. В Центральном парке культуры и отдыха Заречий работает информационный пункт. Обо всех поправках в Конституцию России горожанам доступны и просто рассказывают учащиеся Зареченского технологического института. 12 студентов в этом году вступили во Всероссийский общественный корпус «Волонтеры Конституции». Я записался на сайте волонтеры-конституции.рф, написал заявку и стал участником этого движения. Нам, кураторы этого движения, скидывали информацию, все, что нужно делать будет, говорить, что рассказывать людям. Мы должны рассказывать гражданам про поправки Конституции, как будут проходить голосования, где, когда и как можно будет поучаствовать в этом. Волонтеры Конституции готовы подробно рассказать о сути каждой поправки. Пришедшим в информационный пункт Зареченцам раздают яркие наклейки и буклеты. В каждой такой брошюре краткий текст поправки и статья Конституции, которую предложено изменить. Их задача в том, чтобы сказать, что голосование за Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля, и они просто приглашают всех на голосование по месту жительства. О процессе голосования по поправкам в Конституцию волонтеры и куратор теперь могут рассказать не только опираясь на теоретические знания, полученные во время обучающего курса. Они все уже побывали на избирательных участках и сделали свой выбор. Я как активный гражданин проголосовала вчера, причем сразу в 9 утра нам давали свидетельство, как и всем горожанам, получила почетный билет на посещение бассейна. То есть я все сделала. Впрочем, и многие горожане, которых заинтересовала работа информационного пункта, уже посетили избирательные участки. А те, кто пока еще не отдал свой голос, могут обратиться к волонтерам, чтобы еще раз познакомиться со всеми предполагаемыми поправками в Конституцию. Волонтерский пункт в Центральном парке культуры и отдыха работает ежедневно с 11 до 19 часов. Елена Степкина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Муниципальное предприятие «Автотранс» возвращается к пластиковым проездным. С 1 июля билеты нового формата придут на смену абонементным книжкам, которые использовались в течение последних трех лет. Мы провели анализ экономический, который нам показал, что прибавление пассажиров, которые пользуются абонементными книжками, оно не произошло. То есть люди, которые пользовались и привыкли пользоваться пластиком, они же и продолжали пользоваться абонементными книжками. Очень часто терялись эти книжки, очень часто какие-то были еще недоразумения, которые разрешались не очень легко. И все это не в пользу этого вида платежа. Проект хороший был, интересный, но на сегодняшний день возврат к пластиковым проездным, он уже как бы назрел. И мы его с 1 июля воплощаем уже в жизнь. Изменилась и стоимость проездных. Студенческие и ученические билеты для поезда к Позаречному можно приобрести за 180 рублей. Социальные за 440. Городской за 840 рублей. 700 рублей стоят ученические и социальные проездные по городу и до Пензы. Студенческие – 1000 рублей. Единые – 1250 рублей. Срок действия проездного – один месяц. Приобрести новые проездные билеты можно в отделениях единого расчетно-кассового центра, в кассе муниципального предприятия «Автотранс» или в салоне автобуса у кондуктора. Социальные и льготные абонементы действительны только при предъявлении соответствующих документов. И о происшествиях. В Заречном на пешеходном переходе сбили мужчину. По информации городского отделения ГИБДД, ДТП произошло 26 июня в 13 часов 55 минут на улице Заводской. Водитель, мужчина 1981 года рождения, управляя автомобилем «Ладо Ларгус», двигаясь по проезжей части заводской улицы в направлении улицы Промышленной, в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода допустил наезд на пешехода 1987 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне действия нерегулируемого пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в клиническую больницу номер 6 имени Захарьина. Уточняется, что водитель не пострадал, транспортное средство получило механические повреждения. По факту ДТП проводится проверка. Как уточнили в отделении ГИБДД, это уже четвертый с начала года дорожный инцидент, в котором пострадал пешеход. 26 июня отмечается Международный день борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом. Он был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 7 декабря 1987 года. Ежегодно от наркотиков гибнут от 70 до 100 тысяч россиян. Пытаясь убежать от проблем, в зависимости от запрещенных средств попадают тысячи людей. Однако найти выход из этого круга и вернуться к нормальной жизни удается единицам. Большинство наркозависимых продолжают принимать различные препараты и уничтожать свое здоровье и жизнь. Находятся и те, кто пытается заработать на зависимости других людей. Так, в 2020 году Зареченским судом рассмотрено уже 7 дел о хранении и распространении наркотиков. Осуждены 10 зареченцев. Один из судебных процессов состоялся на этой неделе. Прокуратурой поддержано государственное обвинение в отношении жительницы города Зареченого, страдающей наркотическим заболеванием, которая, значит, ранее неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за приобретение, хранение наркотического средства. Она признана виновной в пяти эпизодах сбыта наркотических средств. Подсудимая у нас вину признала полностью, страдает рядом с заболеванием, значит, сотрудничала со следствием и в результате, с учетом смягчающих вину обстоятельств, она получила 2,5 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. И о эпидемиологической ситуации. Число новых случаев COVID-19 в России опустилось ниже отметки в 7000 и составило 6800, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Накануне сообщалось о 7113 новых пациентах. Общее количество инфицированных за весь период составило более 620 тысяч человек. За сутки выздоровело почти 9000 пациентов. С начала эпидемии более 384 тысяч. Также за сутки умерли 176 человек с коронавирусом. За весь период зафиксирован 8781 летальный случай. В Пензенской области прирост заболевших за сутки составил 71 случай. Общее число подтвержденных диагнозов COVID-19 в нашем регионе – 4664. Новые случаи заболеваний выявлены в 9 районах области. В Пензе – 35, в Заречном – 13 и в Кузнецке – 2. Среди пациентов шестеро детей в возрасте от 1 месяца до 16 лет, сообщает официальный портал областного правительства. За истекшие сутки по выздоровлению было выписано 139 пациентов. Общее число вылеченных за весь период – 4239. Также на сайте СтопКоронавирус сообщается, что количество умерших с COVID-19 в нашем регионе достигло 38. За минувшие сутки был зафиксирован один летальный исход. Эпидемиологическую ситуацию в Заречном мы попросили прокомментировать начальника отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления номер 59 ФМБА России Марии Лукьянову. Общее число заболевших с официально установленным диагнозом COVID-19 – 202 человека. На сегодняшний день под медицинским наблюдением у нас находится 283 человека. И снято с медицинского наблюдения в связи с тем, что истек срок изоляции у нас 1758 человек. О ситуации я могу сказать, что она некоторым образом стабилизировалась. То есть нарастание количества заболевших в день мы сейчас не наблюдаем. Но такого резкого спада и резкого улучшения эпидемиологической ситуации тоже на сегодняшний день пока, к сожалению, нет. Поэтому в связи с тем, что у нас многие учреждения и магазины открываются, хочу напомнить о необходимости соблюдения масочного режима и соблюдения социальной дистанции. То есть это то, что на сегодняшний день у нас остается к исполнению. Зареченский театр юного зрителя завершает самый необычный в своей истории творческий сезон. Три последних месяца актеры не выходят на сцену. Встреча с публикой происходит дистанционно на просторах интернета. Но театральная жизнь не замерла. В новой для себя ситуации тюзовцы ищут новые возможности для творчества и самовыражения. И успешно находят. Свидетельством тому сразу две награды высшей пробы, которые завоевал телеспектакль «Можно попросить Нину». Экспериментальная работа по рассказу Кира Булычева, созданная в Содружестве ТЮЗа и театральной студии «Орликин», успешно представлена на двух творческих форумах. Итоги материали Светланы Теплухиной. Ошиблись номером. Банальная ситуация, которая может случиться с каждым. А для героя телеспектакля «Можно попросить Нину» не туда попал становится не только пространственным, но и временным понятием. Что-то замкнулось в перепутавшихся телефонных линиях. И они соединяют молодого человека из 1972 года и 12-летнюю девочку, живущую в Ленинграде блокадной зимой 42-го. У нас печка почти не греет, дров мало. Только коптилка сегодня, электричества нет. Мне одно сидеть, ой, как не хочется. Я все теплые вещи на себя накрутала. Экспериментальная работа Театра юного зрителя и театральной студии «Орликин» родилась в условиях самоизоляции, когда актеры и режиссер вынуждены были искать новые формы творческого взаимодействия. Когда ты чувствуешь, что ты не можешь себя творчески реализовать, то есть ты не выходишь в какую-то сферу своего актерского проявления, тебя начинает что-то внутреннее поскребывать. И когда возникла идея этой работы, мы, конечно, всей командой активно туда включились. Вдохновил зареченцев маленький, всего несколько страниц, рассказ Кира Балычева. Идею зримого воплощения диалога прошлого и будущего подсказали сами условия работы на расстоянии. Мы репетировали на Zoom-платформе, и вот эти соединения двух пространств в одно сразу натолкнуло на мысль, а почему бы не сделать именно это, взять это за принцип работы основной. Что-то есть вот в этом, в двух окошечках, в которых, да, маленькими кусочками заходит жизнь одного человека, жизнь одного времени и другого окошечка, в котором жизнь другого человека другого времени, но мы их видим в один момент, в единое время. Две недели ежедневных репетиций оказались непростыми и для режиссера, и для актеров. Были мысли, на которых так себя ловили, а не сумасшедшие ли мы, когда ты сидишь на кухне и кричишь, пытаешься пробиться через экран ноутбука к актеру, чтобы донести ему мысли, чтобы разбудить эмоцию. Некомфортно, потому что ты видишь режиссера через экран, вот эта вот некая техническая составляющая, она очень сильно мешает. Ты сидишь дома, перед компьютером, вот это твой партнер, эта коробка. И как-то пытаться с ними вместе работать, пробиваться через экран, через эту платформу, очень интересная была работа. В создании атмосферы ушедших лет помог музейно-выставочный центр. Хотелось именно, чтобы в кадре были вещи, которые сорганизуют это пространство и натолкнут на мысль, что это пространство 70-х годов, а это пространство 40-х годов. Предметов было мало, но они выискивали по своим запасникам, что-то хотя бы подобное находили. И то, что он находил, добавляло опять же какого-то у нас азарта. Боже мой, у нас есть буржуйка! Снимать спектакль на видео решено было одним планом, без дублей, как в театре. Не знаешь текст, выкручиваешься. Не подает тебе партнер реплику, выкручивайся. Все приходилось делать в живом моменте. И в этом как раз и состояло присутствие настоящего театра, когда здесь, сейчас. В итоге и видеофильм получился как будто на стыке жанров театра и кино. 15-минутная экспериментальная работа неожиданно для самих авторов получила одобрение жюри международного конкурса «Культурное наследие Великой Победы». В номинации «Лучший фильм» спектакль «Можно попросить Нину» стал лауреатом первой степени. А чуть позже, на первом всероссийском конкурсе фестиваля «Памяти павших будем достойны» работа зареченцев, заявленная в номинации «Драматический спектакль», завоевала Гран-при. Светлана Теплухина, Владимир Полищук, телерадиокомпания «Заречный». Как завершает театр юного зрителя 27-й творческий сезон, ставший самым необычным за всю историю существования ТЮЗа? Как удается трупе сохранять работоспособность, реализовывать творческий потенциал и строить планы на будущее вне сцены? Об этом мы сегодня поговорим с директором «Зареченского ТЮЗа» Андреем Кучишкиным. Смотрите интервью сразу после небольшой рекламы. Медицинский центр «Губернский доктор» предлагает проверку зрения, диагностику катаракты и глоукомы, выявление патологии глазного дна, измерение внутриглазного давления, подбор очков. «Губернский доктор» с заботой о вашем здоровье. Телефон для записи 60-88-99. Квартира комфорт-класса от надежного застройщика. Цена за квадратный метр от 38 тысяч рублей. Звони. Подробности по телефону 231-001. Очередное обращение главы «Росатома» Алексея Лихачева. Комплекс по измерению радиационной обстановки внедрили на Калининской АЭС. На Петрозаводск Маша модернизирует систему консервации изготавливаемых изделий. Смотрите в среду в 20.00. Новости Заречного в эфире. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор театра «Юного зрителя» города Заречного Андрей Кучишкин. Добрый вечер. Здравствуйте. Андрей Викторович, заканчивается самый необычный для вас 27-й творческий сезон. Он для всех. Этот год был необычным. И получилось так, что последние три месяца вот этого сезона вы точно так же, как и все мы, жили в таком вот онлайн-режиме. Вот чем стал для вас вот этот 27-й творческий сезон для театра «Юного зрителя», кроме того, что вот он так необычно очень завершается? Ну, знаменательный сезон был тем, что как бы начало сезона пришлось еще на отмечаемый по всей стране год театра, который был очень насыщен как начало этого года, так и его окончание. Очень много всяких призов, и театральная студия «Орликин» очень хорошо у нас отличилась на уровне Приволжского федерального округа, где театральная студия заняла пятое место, и Наталья Кучишкина была признана лучшим режиссером школьных театров. Очень удачную работу, я считаю, что мы выпустили в начале 27-го сезона, в конце прошлого года, это «Месяц в деревне» Тургеневу режиссера Устэм Фисак. И нам очень хотелось как бы продолжать активно вот эту всю работу, когда вот эта «замечательная» история вся случилась с коронавирусом в марте месяце, когда театрам было запрещено работать, показывать спектакли, а потом и вообще было запрещено даже заниматься репетициями. Это, конечно, ну очень психологически очень отразилось на коллективе, на артистах, которые вообще в принципе как люди творческие, они не могут вот сидеть. Это самое невыносимое, ждать и не знать, и когда тем более непонятно, а когда, а когда же наконец можно будет, и что же нам делать. И здесь все, и не только театр, а все учреждения культуры активно кинулись вот в это плавание по онлайн-пространству, по интернету. Ну и мы не стали исключением, да, и предложили несколько таких проектов нашим интернет-зрителям, наверное, так что ли назовем, и слушателям, где с удовольствием участвовали. Это и сказки на ночь для детей были, это и телевизионный был клуб ТиАрт, где наши художники показывали, как, что можно сделать своими руками вот в домашних условиях, там, имея под рукой не так много каких-то инструментов. Это плитцинтервью с артистами, это какие-то игры, найди там пять отличий или там что-то еще. Это рубрика «Классная работа», где произведение школьной программы читали артисты. Причем мы сознательно пошли на то, что у нас были не видеоролики, не видеосюжеты, а аудио, потому что мы понимаем, что уже люди вот за вот этот промежуток времени, за полтора, за два месяца, они уже устали от телевизора, от вот этого постоянного смотрения в экран монитора, предложили им отдохнуть. И вот сказки на ночь, классная работа. Да, это была такая своеобразная радионяня, да, когда это можно было просто слушать, закрыть глаза. Отзывы очень хорошие. Я считаю, что коллектив театра вот в этом плане, вот в этот промежуток времени очень хорошо потрудился в этом направлении. Андрей Викторович, но ведь у вас шли параллельно с теми проектами, которые вы для своих зрителей делали, шли и свои проекты, я имею в виду в любом случае подготовка, да? То есть писались какие-то сценарии, отрабатывались какие-то методики, проводились репетиции. Вот как вот артисту, который не выходит на сцену к зрителям, который вообще не выходит на сцену для репетиции, как вам удавалось проводить вот такую интересную телевизионную, не телевизионную даже, а вот интернет-работу? Удалось ли вам все-таки войти вот в эту жизнь? Ну, все это очень непросто, конечно, складывалось. Да, какую-то работу мы, безусловно, провели. Мы успели еще, конец марта, пока не запретили нам репетировать, мы успели практически довести до премьеры спектакль «Собаки Якудза», который был поставлен при поддержке территории культуры Росатома. К сожалению, премьеру мы не смогли показать на зрителей, и она сейчас ждет своего часа, вот как только нас будут открывать. Наверное, вот первые спектакли, которыми мы будем начинать, это вот эти спектакли, которые сейчас временно положены на полку. Эта активная работа уже была по подготовке спектакля в рамках федеральной программы, партийного проекта «Культура и малая Родина». Азорий здесь тихий по повести Бориса Васильева. Мы надеемся, что в сентябре нам разрешат уже приглашать к себе зрителей, и в начале сентября мы покажем этот спектакль. Ну, так, активно работала студия практически до июня месяца, да. Но помимо того, что она участвовала в каких только возможных онлайн-фестивалях, дистанционно которые проводились, и завоевала там огромное количество всяких призов, и гран-при, и лауреатства, и так далее, и тому подобное. Вот. И даже сейчас еще какие-то вот отголоски вот этих фестивалей, какие-то дипломы нам присылают, вот, что очень приятно. Но Наталья Кучишкина, руководитель студии, да, и актриса театра, она еще и параллельно занималась в Зуме со студийцами. Они разрабатывали драматургический материал, то есть они хотят, и мы хотим, как бы, надеемся, это получится совместный такой проект театра и театральной студии Арликин, профессиональные артисты и дети. По книге Иванова «Пищеблог», я надеюсь, у нас появится спектакль. Заявку на этот спектакль мы уже делали вот на «Ночь театра», который мы успели еще там провести. или не на «Ночь театра», а на юбилей студии в феврале, студии исполнилось 20 лет, там была заявочка. Вот они активно работали вот в этом направлении, то есть это разбирали. В театре это называется «Застольный период». Вот, но они пошли чуть дальше, они попытались уже и разминать, то есть уже и какие-то сцены, взаимоотношения между артистами. Мне кажется, что получится очень интересная работа. Вот очень, конечно, не хватает сцены. Тем более артисту, как и спортсмену, надо тренироваться. Если спортсмен, допустим, дома может поднимать штангу, допустим, я не знаю, эспандером, в конце концов выйти на улицу, и одному в одиночку по лесным тропкам, дорожкам пробежаться. Вот у артиста такой возможности нет. Да, там занимались речью, но главное в театре – это взаимодействие с партнерами, это живой обмен энергии не через монитор, не через экран. Вот этого, конечно, очень сильно не хватало, но я надеюсь, что в августе все разрешат, мы будем репетировать, и ребята быстро наберут форму. Андрей Викторович, вот скажите, пожалуйста, вот нет худа без добра. Если вот все, с кем мы разговаривали в этой студии, представители образования, представители культуры, они говорили о том, что да, нет худа без добра, что вот эта непростая ситуация, она дала возможность посмотреть, попробовать и прочувствовать какие-то новые формы и методы работы. Для вас этот период прошел грустно так вот все, или все-таки вы почерпнули что-то, что действительно можно использовать, применение вот этих вот современных технологий, применение всевозможных там вот видеоконференций, скажем так. Ведь это все равно некий такой вот, на мой взгляд, шажок такой в будущее, потому что рано или поздно все равно все постепенно уйдет, уйдет туда, уйдет в сеть. Но вот применение этих технологий сейчас, на данном периоде, вы планируете каким-то образом использовать? Может быть, в своих постановках, может быть, в работе, в дистанционной работе с актерами. Что-то вы почерпнули вот из этого непростого периода? Опять же, вот участие, онлайн-участие в фестивалях. Ну, что-то мы, конечно, почерпнули, но, как вы понимаете, это все не от хорошей жизни, вот эти онлайн-фестивали, это все равно чуть-чуть не до фестиваля. Это все равно, ну, экспертные советы, члены жюри, они смотрят как видеозапись, они никогда не получат тех ощущений, они не получат эту энергию от исполнителей, которые при живом просмотре спектакля происходят. Да, возможно, мы что-то используем. Мы поняли, что, допустим, мы технически еще вот в этом направлении, чтобы работать, да, и активнее завоевывать интернет-пространство, скажем, ну, например, чтобы можно было транслировать премьеру в прямой эфир, да, мы технически не готовы. И вот в этом направлении надо работать. То есть где-то изыскивать средства, может быть, писать какие-то проекты и получать на это финансирование, чтобы их реализовать. Вот. Но то, что, скажем, совсем уходить из интернета уже, скажем, вот все сняли все ограничения, вот всем разрешили работать, да, и забыли мы про это, значит, все дело. Я думаю, что все-таки этого уже не произойдет. Но это уже стало как бы частью нашей жизни, да, нашей работы. То есть мы все равно будем там присутствовать. Да, не в том объеме, в котором мы были, в каком мы были сейчас. Да, это будет меньше. Но все равно что-то обязательно останется. Я очень надеюсь, что вот сказки на ночь, да, все-таки должны остаться для наших ребятишек. Может быть, родятся еще какие-то новые проекты. Андрей Викторович, и в завершении буквально несколько минут у нас осталось. Очень коротко. Все-таки человек творческий, он живет целеустремленно и планами на будущее. Вот есть ли уже какие-то планы на будущее? Что вы планируете в следующем творческом сезоне нам преподнести, нам, вашим зрителям? Да, конечно. Но помимо вот тех спектаклей, которые уже практически были выпущены, но не увидели свет, мы их, конечно, будем доводить и показывать нашему зрителю. В августе, я опять же, надеюсь, что все будет хорошо, и Андрей Шляпин приедет к нам и будет ставить спектакль, опять же, в рамках федерального вот этого проекта. Второй спектакль, премьера которого на 16 сентября у нас сейчас условно назначена. Кроме того, обсуждается и начнутся, наверное, тоже в репетиции спектакля новогоднего для самых маленьких ребятишек, да, Миша Гаврилов будет делать. Уже есть у нас приглашение на фестиваль, который будет проходить в Мытище, причем это не столько фестиваль, сколько конкурс, потому что там есть даже премиальный фонд для победителей. Мы, конечно, не особо рассчитываем победить, но, учитывая, что там есть такая финансовая подоплека, мы надеемся, что подбор коллективов будет очень такой солидный, и хотелось бы достойно там себя представить. И мы, и театральный студия «Арликин» получили туда приглашение, то есть там по двум направлениям будет этот фестиваль. Андрей Викторович, большое спасибо за участие в нашей программе. Желаем вам успешного завершения творческого сезона, несмотря ни на что, оптимизма. И, конечно же, мы ждем встречи с вами, встречи с нашими любимыми актерами уже все-таки очно, уже на сцене. Вы не представляете, как мы ждем встречи с вами, с нашими зрителями. Поэтому до встречи, да. Тогда до встречи. Большое спасибо. До свидания. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Я прощаюсь с вами и вам. Всего самого доброго. До встречи на канале «Заречный» и хороших вам выходных. Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова